Свинцов Андрей, ЛДПР. Дополню своих коллег. Действительно, фракция ЛДПР вносит ряд предложений, которые могут существенным образом ускорить процесс импортозамещения. Одно из этих предложений – это введение нового закона по аналогии с дачной амнистией, так называемой фермерской амнистией. Что сегодня происходит в законодательстве? Что сегодня фермеры, имея в собственности крестьянскую фермерскую землю, есть определенный вид разрешенного использования земельного участка, имеют право застроить до 30% площади этого участка временными строениями. Что это означает на практике? На практике это означает то, что эти строения невозможно зарегистрировать, ты не можешь их застраховать, ты не можешь получить кредит. Фактически наших фермеров ставят в униженное положение, то есть аналогия, если предприятие производит, перерабатывает сельхозпродукцию, то оно имеет возможность зарегистрировать это имущество, имеет возможность получать кредиты, имеет возможность застраховать это имущество, то фермеры получаются в таком униженном состоянии, в униженном положении. Если фермер захочет все-таки зарегистрировать это имущество, ему нужно пройти тяжелейшую процедуру согласования, разработать проект планировки, разработать проектную документацию, разработать весь процесс согласования, подключиться к сетям и так далее. На круг получается для небольшого фермера до 3 миллионов рублей только документа оборот. Мы в прошлом году сами проговорили с фермерами, посмотрели всю процедуру, она занимает 2-3 года согласования и занимает до 3 миллионов рублей только документация на то, чтобы ему зарегистрировать небольшую ферму, курятник, какой-то скотный двор или же другое строение. Поэтому мы предлагаем по аналогии с дачной амнистией разрешить фермерам на землях крестьянско-фермерского хозяйства, а я еще раз подчеркну, это не просто земли сельхозназначения, это очень узкая категория таких земель для крестьянско-фермерского хозяйства, всего менее 1% от всех земель сельхозназначения. Поэтому, когда наши конкуренты говорят, что вызовет какой-то перекос, никакого перекоса не будет. Менее 1% земель для крестьянско-фермерского хозяйства. Поэтому мы предлагаем такую же амнистию для фермеров, чтобы фермеры могли регистрировать любые строения, будь то это жилой дом для фермеров, будь то это какие-то небольшие фермы или подсобные помещения, также по декларации. То есть просто декларация, небольшая госпошлина, 1000 рублей и все, и незамедлительная регистрация. Это вызовет бум фермерского хозяйства, по всей стране будут небольшие фермы, небольшие производства, мясо, сыр, макароны, печенье и все остальное. И второе, что неоднократно на что обращал свое внимание Владимир Жириновский, это все-таки на сбыт фермерской продукции. Вот посмотрите, наши фермеры, они достаточно хорошо уже научились производить. Да, много проблем, много нюансов, но тем не менее фермеры могут произвести. Большая проблема с хранением. По всей стране мы сейчас видим, немножко есть положительные тенденции, где-то строятся склады для хранения сырхозпродукции. Но самая большая проблема, это все-таки проблема сбыта. И вот ЛДПР решила взять на себя часть функций правительства и помочь нашим фермерам со сбытом. Мы разработали собственный логотип, собственный торговый бренд, это ЛДПР, экологически чистые продукты. Вот здесь есть ЕШПР российская и за качество мы отвечаем. То есть в чем суть этих наших предложений? Мы с радостью примем, значит, в свои ряды и будем оказывать содействие всем фермерам. То есть все, кто хочет получить доступ на самый, так сказать, лучший рынок, это торговые сети, какие-то крупные базы, там, где нужно платить огромные взносы. Вы помните, недавно был скандал, когда один из менеджеров одной из крупнейших торговых сетей попросил от такого вот фермера-производителя 30 миллионов рублей за то, чтобы встать на полки. Вот мы, ЛДПР, говорим о том, что мы на всю продукцию наших фермеров, а это все отечественное производство, все экологически чистое, то, о чем говорил президент вчера в послании. Только чистое экологическое здоровое питание, макароны, вот печенье, значит, и макароны Московской области, гречка, это богульма. Все это наше отечественное, никаких консервантов, никаких красителей, все и пшено, есть вся номенклатура всей продукции, которая производится и будет производиться, и фермеры, я уверен, поддержат нас и в дальнейшем. И вот мы будем контролировать не только цены, потому что мы знаем, что цены у фермеров иногда в 5-6 раз ниже, чем в сетях, но мы будем контролировать и добиваться, чтобы сети не завышали эти цены. Мы будем контролировать небольшую наценку, 10-15%, как требует ЛДПР, чтобы от производителя до потребителя вся линейка ценообразования будет под контролем. Мы гарантируем, что будет фермер, потом наша упаковка абсолютно бесплатно, мы все это будем делать, и мы будем контролировать цену в розничных сетях, чтобы они не накручивали по 200-300%, как это производится сегодня. Поэтому еще раз говорим о том, что настоящие качественные фермерские продукты, они есть, они есть в России, они есть во всех регионах, их только важно показать, красиво упаковать и поставить на полки в наших магазинах. И цены, вы увидите, намного будут ниже, чем аналогичные продукты с других производителей, с регионов, которые умудряются, еще раз почему, наценивать и 200, и 300%. Мы помним, когда взлетела цена на гречку, мы позвонили на завод в Бугульму, да, еще раз. Вот цена на эту гречку в течение трех лет, вот, в течение трех лет, она одна и та же, ничего не менялось. То есть весь рост цен был исключительно из-за перекупщиков. Поэтому мы берем, к сожалению, часть функций правительства под, так сказать, по надзору за ценами. Правительство не справляется, поэтому здесь мы вынуждены помогать правительству и на благо наших граждан сдерживать цены вот таким вот образом. Спасибо. ИГИЛ или какие-то Аль-Нусра или другие не рассылали соответствующие сообщения абонентам и не рекрутировали свои ряды. А если мы будем запрещать все мессенджеры, ну, тогда такая ситуация может коснуться и Вибера, и Ватсапа, и Фликера, и везде-везде. Поэтому здесь проблемы не в самом социальной сети, в том же ВКонтакте или в Фейсбуке, хотя в свое время Роскомнадзор полгода закрывал сайт, не сайт, а ID пользователя отдельного в Твиттере, который же ссылал активно вопросы по экстремизму, да, и активно набирал своих читателей в этом направлении. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно, необходимо понять одно, что мы должны контролировать программное обеспечение, мы должны контролировать тех людей, которые находятся в этом, что они пишут, как они пишут. В дозированном формате именно о терроризме, экстремизме, всех тех вопросах, которые подвержены самым страшным уголовным преступлениям, но не вмешиваются в личную жизнь человека. Вот таким образом, да, но закрывать, на мой взгляд, это опасно, потому что сегодня мы закроем мессенджер один, завтра второй, третий, потом предложим закрыть ВКонтакте, Фейсбук, а у нас ничего, замены нет. И тогда вообще получится, что виртуальных пользователей мы просто ограничили в их общении. Это опасно и, на мой взгляд, серьезно стоит над этим подумать. Но я хочу дождаться ответа ФСБ относительно вариантов этих облегчений взаимодействия с владельцами таких вот мессенджеров. Как они предлагают решить эту проблематику, как они предлагают контролировать пользователей, которым подобные сообщения рассылают. Поэтому посмотрим в ближайшее время, очень надеюсь, что вопрос решится. Как вообще контролировать агитацию? Вот в Инстаграм, по-моему, конечно, такие фотографии там взбывают. Это же дети смотрят. Опять же, вот понимаете, проблема заключается в том, что сами владельцы социальных сетей, таких как в Инстаграм, там, Фейсбук или что-то еще, они отказываются от фильтрации и говорят о том, что у нас нет возможности контролировать поток контента, который присутствует на страницах этих сетей. На мой взгляд, это задача владельцев. Они могут себе организовать департамент. Это их собственность. Там присутствуют живые люди. Они в ответственности за виртуальную жизнь этих людей. И, соответственно, та информация, тот контент, который находится и располагается на страницах, вполне может быть контролируем или фильтруем администрацией этой социальной сети. Не надо от этого устраняться. Пришло другое время. Тогда, когда в любой момент вот такие террористы могут организовать рассадническую территорию и активно распространять эти сообщения в отношении молодых ребят, более взрослого поколения и смогут, допустим, взять и рекрутировать. Это вопрос очень серьезный. И, на мой взгляд, именно это может на данный момент лежать ответственность на владельцах соответствующих ресурсов. Поэтому стоит разговаривать. Я думаю, что надо в Государственной Думе создать рабочую группу по этому вопросу при комитете. И этот вопрос в срочном порядке активно торпедирует, потому что в большей степени 70 миллионов человек в сутки выходят в Российской Федерации в интернет. Большинство уже вечер проводят в социальных сетях, в переписках. Днем молодежь в основной массе сидит в переписках и ночью в том числе. Поэтому это касается уже каждого из нас. Спасибо. Вопрос. Как вы относитесь к блокирующим рутрекерам? Зря мы заблокировали рутрекер. Только по той простой причине, что на его месте появится еще 50-60-100 таких сайтов, которые будут раздавать соответствующий контент, принадлежащий какому-то правообладателю. Другой вопрос. У нас большинство пиратов ушло в доменные зоны Казахстана, Азербайджана, Украины, где нет подобного закона антипиратского. И тем самым они там активно распространяют данные незаконные контенты. Поэтому в большинстве случаев люди, которые не привыкли всю жизнь скачивать на халяву бесплатно, искать это во прямом доступе в интернете, конечно, очень сложно заставить платить большие деньги. Допустим, фильм стоит 300 рублей, это 10 буханок хлеба. Поверьте мне, никто из простых граждан позволит себе просмотр один раз этого фильма, или в течение трех месяцев один раз, или два раза взять его в аренду, не имеет такой возможности. На мой взгляд, здесь, закрывая подобные сайты, мы рискуем, что появится еще 100-200 таких. Другой вопрос, где грани? Если человек скачал себе фильм платно и хочет поделиться двадцатью друзьями, это является пиратством, или он просто поделился, чтобы они посмотрели этот фильм? Я его оплатил, я имею право другим представить. Согласно законодательству, эта норма не прописана. И поэтому говорить о том, что я уже пират, пока не представляется такой возможности, и клеймить меня этим словом нельзя. Очень надеюсь, что все-таки, у меня, кстати, возникла мысль, что Рутрекер сейчас вернется как медиатека, или Айви, или как еще одна из представителей правообладателей, контента правообладателей. У него сумасшедший рейтинг, реклама известнейшая. И теперь просто красиво меняй финансовые средства, раскрученная торговая марка, может быть, для этого сделано. Но посмотрим в ближайшее время, надеюсь, что, еще раз говорю, этот вопрос нужно решать на межгосударственном законодательном уровне. Когда пиратам не будет интересно уходить в доменные зоны другие, прятаться там, или, опять же, прописывать такие истины, о которых я уже упомянул выше. Поэтому закрытие Рутрекера, оно бесполезно. И подобными вещами, наоборот, еще больше стимулируем, чтобы люди больше и больше плодили подобных сайтов, так называемых торрентов, которые будут раздавать соответствующий незаконный, нелегальный контент. Но людей приучать к тому, чтобы платить за контент, нужно. Но я предложил в свое время инициативу 100 рублей за фильм. Меня подвергли критики абсолютно все, в том числе представители отрасли, правообладатели. Я объясняю, вы сняли фильм, написали песню, она никому не нужна. Нужен спрос, который будет рождать ваше предложение. Вы должны это прекрасно понимать. Соответственно, цена на этот контент должна быть низкой. Она должна быть объективной, чтобы человек смог себе позволить его купить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!